Добрый день, коллеги. Довольно скучная тема физиология прямой кишки. Это не столь интересно, как тотальная мезоректомоктомия, сделанная сверху или снизу. Но я постараюсь не утомить вас этой лекцией, тем более, что после нее предстоит кофебрейк. Пока идет пауза, я хотел бы, конечно, поблагодарить организационный комитет и, прежде всего, Алексея Михайловича за любезное приглашение выступить на этой конференции. Надо сказать, что я третий раз на конференциях, которые организует доктор Карачун. И нужно сказать, что от конференции и конференции они становятся только лучше, качество этих конференций улучшается. Но об организации не приходится даже говорить. Вообще, физиологические исследования, во всяком случае, в нашей стране по поводу физиологии прямой кишки не столь распространены. Если я задам вопрос залу о том, оперирует ли кто-то пациентов раком прямой кишки, не сделав предварительное ЭКГ, я уверен, что никто не поднимет руку. Поэтому, если даже кто-то и захочет это сделать, то вам не разрешат сделать это анестезиологи. Но если задать вопрос о том, кто выполняет рутинно физиологические исследования у больных раком прямой кишки, то я думаю, что здесь будет очень небольшое количество людей, которые это делают. И доступность физиологических лабораторий тоже не очень высока, что во многом связано с тем, что это очень сложно. Это гораздо сложнее, чем работа сердца. Другой момент – это то, что, в общем-то, это может быть не столь нужно пациенту, эти физиологические исследования, но это важная составляющая в работе хирурга, поскольку если у пациента есть исходное снижение функции анального сфинктера, то это будет весомым аргументом для того, чтобы объяснить пациенту, почему результаты вашей операции функциональные не столь блестящие, как они были. И вот диалог между врачом и пациентом – это очень типичная ситуация. Зачастую известие о том, что больному предстоит формирование стомы, даже временное, повергает пациента в больший шок, чем известие о том, что у него имеется жизнеугрожающее заболевание, и вы предложите все усилия как хирург для того, чтобы попытаться его спасти. Что же такое прямая кишка? Я сейчас буду говорить, может быть, банальные вещи, но для того, чтобы понимать, о чем идет разговор, мы должны примерно представить себе, о чем идет речь. С анатомической точки зрения прямая кишка начинается на уровне С3 и заканчивается зубчатой линией. Для нас, как для клиницистов, прямая кишка, ее верхняя граница – это 15 см по отметкам на ригидном проктоскопе. Что же касается ее дистальной границы, то это хорошо пальпируемая при пальцевом исследовании пуборектальная мышца, которая соответствует верхнему краю хирургического анального канала. В анальном канале также существует целый ряд ориентиров. Это анаректальное кольцо, то есть верхняя край пуборектальной мышцы. Это зубчатая линия, там где происходит соединение эктодермы и энтодермы. Это линия Хилтона или межсфинктерная борозда. Именно в области этой борозды делают подкожную сфинктеротомию, когда добиваются снижения тонуса анального канала при лечении анальных трещин. И, наконец, это край анального канала, от которого также ведется отсчет высоты расположения образования опухоли. С точки зрения функциональной анатомии, здесь имеются два компонента. Первый компонент – это вентиль, то есть сфинктерный аппарат, который, собственно, создает сопротивление на выходе, и благодаря которому мы можем слушать лекцию и не бояться о том, что мы что-то потеряем сейчас. Мы об этом не задумываемся, это происходит вне нашей воли. И резервуар, который обладает двумя основными функциями. Первое – это объем, второе – это растяжимость. Capacity and compliance. Это универсальный механизм, который присутствует во всех резервуарах, имеющихся у человека. Точно такой же механизм в мочевом пузыре, в желчном пузыре. И вот эта волшебная формула, она описывает с математической точки зрения, почему этот резервуар не подтекает. Как вы видите, здесь имеется несколько составляющих. Это compliance, растяжимость прямой кишки. Это вязкость стула. Все врачи знают о том, что когда у больного имеется элемент инконтиненции, надо рекомендовать ему, чтобы у него был все-таки оформленный стул, который держать проще. Это длина анального канала, что является очень важной составляющей. И именно поэтому инконтиненция чаще бывает у женщин, у них короче анальный канал. Это максимальное давление, которое достигается в анальном канале – это радиус. И вот это выражение, вот эта разница, она должна быть больше, чем объем прямой кишки. Если это неравенство не возвращается, то резервуар негерметичен, он подтекает. Континенция – это способность сознательно-бессознательно удерживать кишечное содержимое до тех пор, пока не наступят социально приемлемые условия. Как я уже сказал, она состоит из вентиля, это наружный и внутренний сфинктер. Наружный сфинктер – это поперечно-полосатая мускулатура, но она отличается от скелетной. Это медленные волокна, и эти волокна не подвержены утомлению. Именно с этим связаны, в общем-то, не очень хорошие результаты, когда пытаются делать сфинктеропластику скелетной мускулатурой без постоянной стимуляции. Это внутренний сфинктер, который представляет собой гладкую мускулатуру с автономной иннервацией, он все время находится в тонусе. Это ампула прямой кишки, и, наконец, это достаточно сложная и до конца не изученная моторная, сенсорная и вегетативная иннервация дистальных отделов желудочно-кишечного тракта. Вентиль состоит из следующих составляющих. Это мышца, подниматель с заднего прохода, а точнее, наиболее важная часть – это пуборектальная мышца. Это мышца наружного сфинктера, это внутренний сфинктер и геморроидальные узлы, которые тоже участвуют в функции удержания кишечного содержимого, они только создают проблемы для пациентов. Мышца, подниматель с заднего прохода, она хорошо определяется при современных методах медицинской визуализации, в частности, при МРТ. И, как я сказал, наиболее важная часть из нее – это лобково-прямокишечная мышца. Именно за счет ее сокращения формируется аноректальный угол. Что касается лобково-копчиковой и подвздошной копчиковой мышцы, то они, в общем-то, не участвуют в функции держания, они участвуют в поддержании тазовых органов, и более того, когда происходит дефекация, они напрягаются, повышая внутрибрюшное давление. Именно за счет лобково-прямокишечной мышцы, которая образует петлю вокруг кишки, формируется аноректальный угол, который составляет 120 градусов, и когда этот угол уплощается, у пациентов наступает недержание. Мышца, наружный сфинктер состоит из трех частей, которые формируют манжету вокруг средней и нижней части анального канала. Глубокая часть сливается с лобково-прямокишечной, а подкожная сливается с волокнами продольной мышцы, которую раньше называли мышцей-сморщивателем кожи заднего прохода. И вот вы видите на МРТ, здесь хорошо видны все эти порции. Это глубокая, это поверхностная и это подкожная. Внутренний сфинктер является продолжением циркулярного мышечного слоя прямой кишки. Продольный мышечный слой формирует межсфинктерный фасциальный слой, именно вдоль него осуществляется интерсфинктерный подход к резекции. Это гладкая мышца, которая имеет вегетативную иннервацию, и благодаря этой мышце 50% давления покоя в анальном канале достигается за счет постоянного тонуса этой мышцы, а также она отвечает за ректональный ингибиторный рефлекс в ответ на расширение ампулы прямой кишки. Происходит расслабление внутреннего сфинктера, и какая-то часть кишечного содержимого попадает в переходную зону, где человек может анализировать характер кишечного содержимого и либо расслаблять дальше сфинктер, либо напрягать мышцы наружного сфинктера для того, чтобы удержать кишечное содержимое. Также она хорошо определяется на магнитном резонансе, и вот вы видите сопоставление анатомической картинки и картинки МРТ. Сопротивление на выходе достигается, как я уже отметил, 50-60% давления покоя. Это функция внутреннего анального сфинктера. Пуборектальная петля добавляет 20-30% давления в анальном канале. И наружный сфинктер также участвует в этом, а когда они напрягаются, то существует простое правило, происходит удвоение этого давления. Гемороидальные подушки составляют 15-25% от общего контроля сопротивления на выходе. Ну и еще один момент, который, собственно, не относится к функциональной анатомии, это конфигурация анального канала. Дело в том, что любые вмешательства на анальном канале или травма анального канала может приводить к деформации анального канала, и он не будет смыкаться, например, деформация по типу замочной скважины, когда пациент вроде бы удерживает кишечное содержимое, но у него имеются элементы подтекания. Все эти функции следуются с помощью монометрии или вектороволюметрии. Среднее давление покоя в норме колеблется от 50 до 100 мм ртутного столба. Это очень хороший показатель, потому что он не требует участия пациента в исследовании. Вы просто ставите датчик, дожидаетесь, пока больной садаптируется, и достаточно объективно можете получить цифры о том, какое среднее давление покоя имеется в анальном канале. Давление напряжения, правило здесь простое, оно в норме в два раза больше, чем давление покоя, но здесь достаточно сложно его оценить, и не всегда это объективно, потому что больной может не понимать, что от него хотят. Или наоборот, обманывать исследователя, напрягая не только мышцы, которые окружают задний проход, но и ягодичные мышцы, что также будет создавать ошибочное представление о том, что у него достаточно хорошо сохраненное среднее давление и напряжение. Ну и длина зоны высокого давления, это тоже очень важная составляющая, она колеблется от 2 до 4 см. Собственно, это длина так называемого функционального анального канала. Ампула прямой кишки выполняет две функции, это объем и растяжимость. Монометрия здесь измеряет объем при первом ощущении, это очень ненадежный показатель, поскольку зачастую первое ощущение вызывает просто наличие датчика в заднем проходе. То же самое можно сказать и об объеме при первом позыве. И, пожалуй, более надежным является максимально переносимый объем, когда раздувается баллончик в прямой кишке, и в среднем это 140 мл у женщин и 170 мл у мужчин. Ну и, наконец, такой показатель, как растяжимость, он измеряет соотношением объема к давлению и в норме должен составлять 2-6 мл, то есть на введение 6 мл воздуха примерно на 1 мм тутного столба увеличиваться давление. И, наконец, еще один показатель, который измеряют при монометрии, это ректональный ингибиторный рефлекс, который после низких передних резекций отсутствует примерно у половины пациентов и никогда не возвращается. Иннервация на ректон, об этом уже неоднократно сегодня говорили, она осуществляется за счет симпатической нервной системы и парасимпатической из крестцовых сегментов, ну и соматическая иннервация осуществляется за счет нервоспудендум. С точки зрения физиологической координации анальной континенции, континенция состоит из сенсорного и моторного рефлекса. Сенсорный рефлекс в ответ на растяжение ампулы прямой кишки возникает расслабление внутреннего сфинктера, так называемый ректональный ингибиторный рефлекс. И проприоцептивный рефлекс – это дифференцировка газа стул. Слизистая оболочка над зубчатой линией содержит ноцисептивные окончания, а также целый ряд образований, которые отвечают за тактильную чувствительность и очень многие другие. Расслабление внутреннего сфинктера позволяет осуществить контакт кишечного содержимого с рецепторами. Мы можем дифференцировать, что подошло к газу или стулу, и сжать или расслабление в зависимости от содержимого или от имеющихся условий в настоящий момент. Моторный рефлекс состоит из тонического сокращения внутреннего анального сфинктера и рефлекторное сокращение пубректальной мышцы и наружного анального сфинктера. Если суммировать сам акт диффекации, возникает волевое повышение внутребрюшного давления за счет гастроколического рефлекса или растяжения стенки прямой кишки. Происходит стимуляция слизистой прямой кишки. В ответ на это наполняются и растягиваются дистальные отделы прямой кишки. Происходит стимуляция рецепторов тазового дна. Возникает желание опорожниться, расслабление внутреннего сфинктера. И дальше либо оно происходит, когда имеются социально приемлемые условия, либо происходит адаптация ампулы прямой кишки. Этот позыв уходит, и до какого-то времени определенного человек может удерживать кишечное содержимое. Здесь схематически показано, как это происходит. Сначала имеется элемент удержания, сокращение мышц лобково-прямокишечной и наружного сфинктера. Затем происходит инициация, когда происходит расслабление лобково-прямокишечной мышцы. Бывает состояние, когда пациенты забывают, как это делать, так называемый анизм или спазм лобково-прямокишечной мышцы. Дальше за счет сокращения мышц брюшного пресса диафрагмы и леватора, за исключением пубректальной петли, повышается внутрибрюшное давление и достигается опорожнение. Причины инконтиненции могут заключаться в том, что имеется дефект сфинктера, то есть нарушение функции вентиля. Это целый ряд причин, которые может быть. И нарушение резервуарной функции, то есть уменьшение объема, в частности, это характерно для низких передних резекций, после проведения лучевой терапии, когда возникает фиброз, когда имеется опухоль, больные жалуются на учащенный стул, когда имеются стриктуры, воспаления. И характер стула, жидкий стул во время диареи, при синдроме раздраженной толстой кишки, и при воспалительных заболеваниях кишечника или лучевом практике, также его консистенция может быть причиной инконтиненции. На этом я хотел закончить эту скучную часть, сделав такой короткий обзор довольно сложных физиологических моментов и поговорить о том, что, собственно, как наши манипуляции хирургические влияют на эту функцию. Как известно, существует несколько реконструктивных опций при раке прямой кишки. Это передняя резекция с прямым анастомозом. Наиболее удачный вариант, поскольку здесь меньше всего страдает функция. Это низкая передняя резекция с прямым анастомозом и различными вариантами резервуаров. Это интерсфинктомная резекция, которую мы сегодня уже видели, блестяще выполненная. И, наконец, это псевдоконтинентная промежность стома после брюшно-промежность экстерпации. Вот последнего пункта мы касаться не будем, поскольку тотальная мезоректомогтомия, она направлена не только на то, чтобы обеспечить локальный контроль заболевания, но также и создать условия для того, чтобы восстановить непрерывность желудочно-кишечного тракта. Ну, передняя резекция одна из старых операций, уже почти 100 лет она в практике. Вот опубликована она была первая достаточно большая серия Диксоном из Рочестера. Хотя, если мы покопаемся, наверняка мы найдем, что кто-то когда-то ее уже делал и задолго до Диксона, но почему-то в силу каких-то причин не опубликовал. Ну и вот показатель того, как это цитата этой статьи 30-го года о том, как тогда осуществлялось выделение кишки. Хирург как фокусник доставал достающий кролика из шляпы, запускал руку в присохляльное пространство. И вот таким вот образом происходило выделение. Какие существуют реконструктивные опции в тех случаях, когда имеется низкая передняя резекция? Ну, помимо прямого анастомоза, одной из самых старых методик было формирование джеобразного резервуара. Затем появился такой колопластический резервуар, когда кишка стикается вдоль и ушивается поперек. И последнее время стал достаточно модным вот такой вот бококонцевой анастомоз, который является суррогатом джеобразного резервуара. Здесь вы видите данные метанализа, наиболее представительные и хорошо спланированные исследования, в которых сравнивалось прямой и джеобразно-резервуарный анастомоз. И здесь вы видите, что практически по всем параметрам, а основные это снижение частоты дефекации, это способность удерживать кишечное содержимое какое-то время и функция держания по шкале Векснер. За исключением функции держания, что касается urgency и частоты дефекации, здесь имеются явные преимущества джеобразного резервуара по сравнению с прямым анастомозом. Однако, джеобразный резервуар также претерпел определенную эволюцию, потому что в первых сериях антиперистальтическое колено было достаточно длинным, что в отдаленном периоде вызывало проблемы эвакуаторного характера, и была сделана рекомендация о том, что джеобразный резервуар не должен превышать 5 сантиметров в длину. Другая проблема то, что в условиях узкого таза такую конструкцию и при достаточно большом отложении жира в брыжеке, такую конструкцию довольно сложно низвести в полость таза. Но это вот наши данные нашего института, в которых показано, что преимущество джеобразного резервуара сохраняется в том числе и в отдаленном периоде по сравнению с прямым анастомозом. Еще одним положительным моментом потенциальным джеобразного резервуара было идея о том, что он может несколько улучшить кровоснабжение анастомозированного участка и снизить частоту несостоятельности. Однако по данным метаанализа тут нет особых больших преимуществ, потому что практически все вокруг единицы. И это больше теоретическое предположение о том, что джеобразный резервуар менее подвержен несостоятельности. Следующей моделью резервуара был коллопластический резервуар и были проведены сравнения коллопластического резервуара с джеобразным. Но нужно сказать, что он функционально все-таки похуже будет, чем джеобразный резервуар. У него меньше способность для накопления. И здесь нету различий в чистоте несостоятельности по сравнению с джеобразным резервуаром. Ну и наконец анастомоз бок в конец. Вчера Петр Владимирович продемонстрировал эту технику вживую. У нас она стала в нашей практике такой рутинной и стандартной методикой. Мы давно не формируем джеобразные резервуары, в основном делаем бококонцевые анастомозы. Технически это проще. Здесь есть наличие антиперистальтического элемента. Очень важно, чтобы в резервуаре имелся антиперистальтический элемент, потому что именно прерывание способствует улучшению функции держания. Ну и как и для джеобразного резервуара, здесь теоретически должно быть лучшее кровоснабжение анастомозируемого участка. Функциональные результаты анастомоза бок в конец сравнивались в non-inferiority исследованиях против джеобразного резервуара. И в общем-то было показано, что результаты примерно схожи. Ну и вот это опять-таки о несостоятельности. они похожи. Ну и вот такие предварительные данные нашего исследования, которое я думаю, что к началу следующего года будет завершено. Это исследование, в котором мы сравнивали функциональные результаты бококонцевого анастомоза с прямым анастомозом, поскольку прямых сравнений не было. Мы рандомизировали 86 пациентов, 6-еро выбыли из протокола в силу различных причин. И рандомизировано по 40 пациентов в каждую группу. Ну и вот функциональные результаты в настоящее время доступны примерно у половины больных, чуть больше, чем у половины в основной в контрольной группе. И так выглядит резервуарография после того, как перед тем, как закрывать стому, мы выполняем контрастное исследование у этих пациентов. и здесь, в общем-то, не было различий в чистоте несостоятельности. Надо сказать, что эта несостоятельность была не клиническая, это риминологическая несостоятельность, которая была выявлена перед закрытием стомы. Время до закрытия стомы в основном на это влияла необходимость проведения адевантной химиотерапии. Примерно равное количество больных в обеих группах получали адевантную химиотерапию в течение 6 месяцев. В связи с этим они дольше жили сформированной стомой. Ну и вот, как показали результаты анкетирования этих пациентов, и через 1, и через 3, и через 6 месяцев лучшая функция держания у пациентов, у которых сформирован анастомоз бок в конец, это достигло статистических различий. И также бококонцевой анастомоз лучше в отношении чистоты стула по сравнению с прямым анастомозом. Что было в общем-то подтверждено результатами монометрии, здесь показатели давления в покое лучше в группе с бококонцевым анастомозом. Надо сказать, что в силу дефицита времени я не привожу остальные данные, но эти группы были хорошо сопоставимы и по высоте анастомоза, поэтому мы считаем, что здесь достаточно такое объективное сравнение этих двух групп. Ну, вот как ни странно, в способности длительно удерживать стул, здесь нами не было получено различий, во всяком случае сейчас. Ну и тесты по объему показали, что к 6 месяцам у больных с бококонцевым анастомозом имеются лучшие показатели в отношении максимально переносимого объема. Когда мы спускаемся еще ниже и делаем интерсфинктерную резекцию, здесь результаты становятся еще сложнее. Здесь помимо утраты резервуарной функции происходит травма гладкомышечного сфинктера, что усугубляет инконтиненцию. И сейчас все чаще и чаще применяются интерсфинктерные резекции. С учетом успехов медицинской онкологии удается добиться регрессии опухолей. Арсен Османович в своей работе прекрасно показал о том, что это увеличивает частоту сфинктеросохраняющих вмешательств, что еще раз подтверждает, что аденокарцинома прямой кишки это супралеваторное заболевание. Тем не менее, достаточно часто продолжают выполнять брюшно-промерочные экстерпации до 20%. Но если применить вот такой подход, как интерсфинктерная резекция, как вы видите, показанная здесь, где выделение прямой кишки идет в межсфинктерном пространстве, то, как показывает данные этого мета-анализа, онкологические результаты этой операции близки к результатам сфинктеросохраняющих вмешательств. Здесь хорошая выживаемость, больше 70%, и низкая частота рецидивов. Естественно, это хорошо отобраны серии больных. Было показано, что и лапароскопическая интерсфинктерная резекция, сопоставимые ее результаты с открытой операцией. Это большой аудит, который был выполнен группой Эрика Рулья. И здесь вы видите, что недостатком лапароскопической является увеличение времени операции, однако идет снижение послеоперационного койка дня, то есть все преимущества лапароскопической хирургии здесь также справедливы. Здесь есть увеличение позитивного циркулярного края резекции, что в общем-то привело к тому, что сейчас эта группа французских хирургов выполняет трансональное выделение, о чем сегодня уже говорилось. Но если мы посмотрим на выживаемость, вы видите, что здесь нет различий выживаемости между лапароскопической интерсфинктерной резекцией и открытой интерсфинктерной резекцией. Известный немецкий хирург Вернер Хоенбергер в своем таком большом аудите показал, что применение интерсфинктерного подхода оправдано и позволяет уменьшить необходимость экстирпации прямой кишки почти на 20%. Однако что же происходит с функцией после такого серьезного вмешательства на анальном канале? Вот это иллюстрация из классической работы Рудольфа Шицеля, который был одним из пионеров интерсфинктерных резекций из Венской клиники. И вы видите, что в течение первого месяца происходит значительное снижение давления покоя и давления напряжения. И надо сказать, что эти цифры не очень возвращаются к исходным. Я говорю о давлении покоя. Что касается давления напряжения, то есть работы наружного сфинктера, то здесь в принципе происходит восстановление с течением времени к показателям тем, которые были до операции. Ну и опять-таки ссылаясь на мета-анализ, который выполнил Тилни, мы можем сказать, что функциональные результаты при интерсфинктерной резекции там, где формируется прямой анастомоз несколько хуже, чем там, где формируется резервуарный анастомоз, что подтверждается целым рядом и других физиологических исследований, то есть формирование резервуаров в данной ситуации наверное выглядит еще более оправданным. И в попытке, так скажем, компенсировать функцию внутреннего сфинктера мы предприняли так называемую леомиопластику, идея была взята из работ Шмидта 1982 года, в которой с помощью свободного гладкомышечного лоскута осуществлялось формирование зоны повышенного давления вокруг кишки, несущей стому. Предпосылкой для леомиопластики был тот факт, что гладкомышечная ткань в 500 раз ниже ее потребность в кислороде. Это пластичная ткань, она не атрофируется, она не требует стимуляции. И эта работа вышла из стен нашего института, которая доказывала, что гладкомышечный сфинктер жизнеспособен, и надо сказать, что это нашло подтверждение и в исследованиях целого ряда других авторов с применением современных методов исследования, которые показали, что гладкомышечный трансплантат переживает гипоксию, и он жизнеспособен с течением времени, не происходит его атрофии. Вот здесь вы видите работу немецких хирургов, которые приезжали к нам, и мы обменивались нашим опытом, где на магнитном резонансе показано, что формирование такого гладкомышечного сфинктера после экстерпации оно действительно формируется такое мышечное утолчение вместе с сформированной стомой. Ну и как такая иллюстрация, вот рецидивы все-таки возникают, здесь выполнена экстерпация по поводу кишки, которая была низведена, с формированием гладкомышечного сфинктера, и наши патологи сообщили, что несмотря на то, что прошло три года, имеется гипертрофия гладкой мускулатуры, и сомнений в жизнеспособности этого неосфинктера не было. В целом, мы очень, мы давно уже не делаем таких операций после экстерпации, поскольку результаты были не очень впечатляющие, хотя вот при подготовке к данному докладу я нашел такое сообщение из Франции, это совсем свежая работа, 13-й год, в которой эта идея приобрела такой ренессанс, и была соперирована достаточно большая серия пациентов с формированием гладкомышечного неосфинктера вокруг кишки, несущей стомы, и что интересно, эти авторы сравнили результаты интерсфинктерных резекций с результатами экстерпации прямой кишки с континентной промежностной стомой, и пришли к выводу, что они практически сопоставимы, и даже более того, здесь меньше проблем с эвакуацией у больных, у которых была не интерсфинктерная резекция, а экстерпация, и в то же время количество проблем после сдефикации сопоставимо, что удивительно, поскольку здесь есть утрата наружного сфинктера и волевого сфинктера, но тем не менее результаты оказались в целом даже сопоставимы. Очень элегантное исследование, которое было проведено итальянскими авторами в эксперименте на животных, где производилось удаление внутреннего сфинктера как по типу интерсфинктерной резекции, и затем формировался вариант гладкомышечного неосфинктера в виде такого выворачивания как рукава одна аппликация и две аппликации. И вот вы видите физиологические показатели о том, когда измерялось сразу после удаления внутреннего сфинктера, насколько падает resting tone в анальном канале, и как его удается восстановить при формировании гладкомышечного неосфинктера. Ну и как иллюстрация мы предприняли, как я уже говорил, попытку заместить функцию утраченного внутреннего сфинктера при интерсфинктерной резекции с его тотальным удалением. Вообще надо сказать, что под интерсфинктерной резекцией подразумевается достаточно широкий спектр операций, потому что если посмотреть на статьи и публикации, то часть считает интерсфинктерной резекцией, когда удаляется частично внутренний сфинктер, и идет, например, вход в межсфинктерное пространство на уровне зубчатой линии. В той работе, которую мы публиковали в британском журнале хирургии, были включены только те пациенты, у которых выполнялось тотальное удаление внутреннего сфинктера, то есть выделение начиналось от межсфинктерной борозды, и внутренний сфинктер удалялся полностью. вот такая леомиопластика в модификации нашей клиники. У нас не совсем свободный лоскут, он имеет контакт со стенкой кишки и в виде спирали пришивается вокруг кишки, но вот в данном конкретном случае будет сформирован еще и коллопластический резервуар. Конечно, для такой операции требуется рутинная мобилизация левых отделов, мобилизация селезеночного изгиба, поскольку здесь требуется большая длина низводимой кишки для формирования манжетки вокруг дистального края, для формирования резервуара в том числе. Ну и вот эта конструкция низводится в полость таза, здесь выполнена интерсфинктерная резекция. Это этап интерсфинктерной резекции. Со стороны промежности осуществляется циркулярный разрез, слизистый на всю толщу и входит хирург в межсинктерное пространство. Опухоль здесь располагалась достаточно низко, буквально в 1-2 сантиметрах от зубчатой линии. Табальная получала предоперационную лучевую терапию и дальше формируется анастомоз, а гладкомышечный неосфинктер укладывается в ложе удаленного внутреннего сфинктера. Ну и вот результаты той серии, которую мы опубликовали в 2004 году. Это было 27 пациентов, которым была выполнена интерсфинктерная резекция с формированием гладкомышечного неосфинктера. В общем-то здесь были достигнуты дистальные и циркулярные края резекции. Небольшое число осложнений 14%. Нам повезло. В общем-то это был хороший отбор больных. Я так думаю здесь практически не было у нас местных рецидивов, хотя 11% больных погибли от прогрессирования заболевания в дальнейшем. И как показало исследование функциональных результатов, достаточно быстро уже буквально через 3 месяца имеются неплохие функциональные результаты в отношении чистоты стула. И подавляющее большинство больных отмечает полное держание по шкале Кирвана. Что в общем-то подтверждалось и данными анальной монометрии. Здесь вы видите, что среднее давление покоя достигает 50 мм ртутного столба, что в общем соответствует норме. Ну а среднее давление напряжения это удвоенное давление покоя. И в общем-то на этом бы я хотел и закончить. На такой печальной ноте о том, как говорят message you have to take home. Что вы должны унести. Но это не для вас, это для пациента. Прежде всего больному нужно сказать о том, что функция анаректальная у него никогда не восстановится в полном объеме после низкой передней резекции или интерстинктной резекции, как мы не стараемся. Что же касается того, как мы можем повлиять и как мы можем заместить, то здесь нет однозначного мнения. И, наверное, здесь необходимо думать и обсуждать это каждым конкретно больным. Потому что есть масса хирургов, которые скажут, что прямой анастомоз результаты через год будут, в общем-то, близки к резервуарным анастомозам. Но в то же время нужно не забывать о том, что больному, наверное, придется как-то прожить этот год и промучиться с увеличенной частотой стула и привязкой к туалету. Иными словами, как практическая рекомендация, мне кажется, что здесь нужно беседовать непосредственно с каждым пациентом для того, чтобы понять, что он ожидает от операции и не забывать о том, что действительно функция не вернется, хотя стремиться к этому надо. И здесь еще есть поле для действий. Я хотел бы поблагодарить вас за внимание и пожелать всем хирургам успехов в освоении лапароскопических технологий, ну и чтобы мы в конце операции видели такую картинку на мониторе. Благодарность, Малинск. Спасибо, Евгений Геннадьевич. То, что вы продемонстрировали, это как эстетическая, косметическая хирургия. Нужно заранее обговорить с пациентом, объяснить им и все, и только после этого предлагать такие объемы операции. Спасибо.